Город Героев Раньше приходилось вставать в половину седьмого, а вот со вчерашнего дня я поняла, что мы не успеваем, и мы сделали эксперимент. Легли спать в девять часов, это огорода вечером нет, полива нет, и можем себе это позволить. И начали вставать в шесть утра с сегодняшнего дня, потому что к вечеру, конечно, сил не остается, чтобы что-то делать. Пашатская Лариса Владимировна, предприниматель, владелица сайта «Деревенские продукты» в Саратове, имеет личное подсобное хозяйство. В 1999 году окончила с отличием Саратовскую государственную академию права. Специальность – юриспруденция. Стаж работы юристом, 15 лет, занимала должность начальника юридического отдела. В 2009 году увлеклась сельским хозяйством, с этого года занимается производством натуральных деревенских продуктов. Обычно утро Ларисы Пашатской готовит завтрак себе и сыну Егору, который сегодня остался ей помогать. А после завтрака их ждет работа в хозяйстве. Лариса занимается производством натуральных деревенских продуктов. Всего в ее ферме около 200 кроликов, 800 кур и 200 перепелов. Продает продукты собственного производства в своем же интернет-магазине. Идея этого хозяйства и интернет-магазина пришла давно, но из-за того, что я работала юристом и хорошо зарабатывала, ни времени не было, ни особой мотивации не было на что-то переходить, тем более такое очень рискованное и непонятное для меня. Гектар земли в Генеральском они с мужем купили в 2006 году. Окончательно переехали в село через год, потому что у них родился сын. Тогда о собственном хозяйстве лишь осторожно мечтали. Откуда у Ларисы тяга к сельской жизни, она до сих пор не знает. Когда появился второй ребенок, настало ощущение, что пора что-то менять. Она ставила свою хорошо оплачиваемую работу и решила, что пора воплотить все идеи о собственном фермерском хозяйстве в жизнь. Сейчас, когда смотрю на вот этот простор, то я балдею. Мы вечерами иногда с мужем уже все сделали, уже темнеет, и можно пойти домой. И так встречаемся наконец-то где-то на пятачке, на участке, потому что он по своим делам, своими делами занимается, я своими. Наконец здесь встречаемся, можно пойти отдохнуть и так друг к другу. Ну, пойдем еще раз в хозяйство посмотрим. Ну, пойдем. Начинали они с нуля. Знаний в фермерском хозяйстве не было. Приходилось еще делать методом проб и ошибок. Первые опыты с птицами и животными были неудачные, потому что не было нормального загона. Стали больше читать о фермерстве, ездили к разным крестьянам, смотрели, как у них все устроено. И у меня очень долго не получалось разводить кроликов. Я их пытаюсь свести, читаю, как это сделать в интернете, спрашиваю. Не получается, не рождаются крольчата и все. А потом всему можно научиться. Все там с опытом, если только не бросать, приходит. И стало получаться. Теперь Ларису можно назвать не просто профессионалом, а даже новатором в сфере сельского хозяйства. Часть клеток для кроликов были сделаны по ее эскизу, и их она считает самыми оптимальными. Гарыша, иди сюда. У нас снова начали рождаться крольчата. О, Боже. Мам, как ты? Вот они. Как вам идти? Ну, иди. Так, держи. Вот им два дня. Все в пуху. Еще одним важным поводом для приезда в село стал воспитательный процесс. Лариса старается приучать своих детей к труду. Она считает, что так дети смогут вырасти ответственнее. Мне кажется, каждый ребенок не очень готов оставить свои развлечения ради каких-то дел. Ребенок у нас совестливый, поэтому получается давить на совесть. Говорит, ребенок, если не сделаешь это ты, то это значит, буду делать я. Помимо вот этих дел, этих и этих, я еще буду делать это. Он, конечно, ворчит, но идет. На провокационный вопрос о воспитательном аспекте знакомства ребенка с убийством животных Лариса отвечает, не задумываясь. Мне кажется, что сельские дети и сельские люди, они гораздо здоровее психологически, потому что они видят естественный ход жизни. У него нет вообще проблем. Я тоже сначала старалась, чтобы он не присутствовал, не видел. А потом все равно не убережешься. Пошел папа забивать кролика. Ребенок бегает, бегает, пришел, увидел. И для него это настолько естественно стало. И у него нет там жестокости по отношению к кошкам, например. Он прекрасно усвоил разделение животных. На обход хозяйство утром уходит от двух часов. Проверить нужно все. Птиц, кроликов, хватает ли всем еды и воды, чистые ли у них клетки. За живностью следит сама. Муж отвечает за техническую часть. Еще у Ларисы есть цех по производству полуфабрикатов. Со своей единственной сотрудницей Лариса работает на равных. Развасовывает продукцию, клеит этикетки, проверяет срок годности. В результате аграрной реформы 90-х годов в России возникла и распространяется частная собственность на землю. Новым явлением в сельской жизни стало возрождение и развитие фермерских хозяйств. В 1997 году аграрным производством в России занималось около 27 тысяч сельскохозяйственных организаций. Появилось более 278 тысяч крестьянских хозяйств. 16 миллионов семей вели личные подсобные хозяйства. Однако все эти изменения в структуре землепользования, вызванные отменой монополией государства на землю, не привели к росту сельскохозяйственного производства. Наоборот, наблюдалось его сокращение. Хозяйства разорялись, люди уезжали из сел. Тенденция к урбанизации в 2000-х только усилилась. Даже престижная загородная жизнь стала оформляться в городского типа таунхаусы. На этом фоне переезд в село и ведение хозяйства могут показаться весьма эксцентричной манерой поведения. Вот день, когда я остаюсь здесь, мне больше нравится, чем день, когда нужно ехать в город. Хотя я не могу сказать, что мы же вот не только сельским хозяйством занимаемся. Мне нравится целиком организация процесса. То есть это и хозяйство, это и магазин, и это и общественная деятельность. На часах полдень пришла машина на доставку. Лариса напоследок проверяет, все ли накладные взял водитель. Теперь и самой можно отправиться по делам. У других хозяйственников Лариса приобретает дополнительно мясо и овощи для продажи через интернет-магазин. Партнерские отношения выстраивает лично. В этом году познакомились в начале лета, наверное. И все, что она выращивала, вот мы практически все у нее брали тоже. А на следующий год договорились, я составила список. У нас огород, у Валентины Алексеевны огороды, еще вот у нескольких человек в Генеральском. Составила список. Каждый для себя выбрал ту культуру, которой он хотел бы заниматься. На следующий год мы уже договорились о выращивании именно под наши потребности. Тяжеловато. На руках несешь, пока кому-то сдашь или самой стоять, значит здесь в огороде не успеваешь что-то делать. А вот сейчас, говорю, мужа нет у меня, вот мне подвернулась Лариса. Прям удобно, хорошо, я прям очень довольна с ней. Приятно работать, говорю. Насущные дела обсудили, сын отправлен в садик. Теперь пора ехать в город. В дороге Лариса проводит много времени. Но именно в этот момент она может отдохнуть и ни о чем не думать. Недавно перечитала бесов вот этим летом Достоевского. И была удивлена. Одна из основных мыслей звучала уже вот в конце произведения. Ты займись простым мужицким трудом. И ты найдешь смысл. Вот когда я читала эту книгу в 20 лет, я, конечно же, мимо ушей пропустила эту фразу. А сейчас я поняла, что далеко не только мне одной приходило это в голову. Что простой сельский труд, он приводит мозги в порядок. До города добирается быстро, уже привыкла. Приехала к владельцу магазина экологически чистых продуктов, с которым она тоже сотрудничает. Поставляет ему свои полуфабрикаты. Фарш, домашние пельмени, сырые колбаски. Интересуется, хорошо ли берут ее продукцию. А лучше идет мелкая, да? Мелкая, она будет лучше. Ну вот я вам привозила полкило. Лучше разошлась, да? Владелец магазина Роман Евдокимов. Таких, как Роман и Лариса, еще трое человек. В пятером они хотят организовать ассоциацию производителей настоящей еды. Они не протестуют против сетевых магазинов. Просто им нравится их работа. Эта идея, она витала давно. Просто, как почему-то, Лариса, видно, ее как-то поймала и обозначила. Вокруг нее собрались люди, которые совпали в желании производить качественную продукцию и продавать качественную продукцию. То есть, чтобы и донести до людей, что есть настоящая еда, что есть еда, которая полезная. Вообще еда должна быть полезная. Если эта еда вредная, то это уже лонс. И была вот эта идея озвучена, ассоциация. И думаю, что она будет создана и будет даже планы довольно-таки большие. Мода на так называемую органическую еду пришла в Россию с запада и основана на особенностях сельского хозяйства. Такая еда не содержит ГМО, нитратов, искусственных красителей, вкусовых добавок и консервантов. Экопродукты считаются весьма дорогими и позволить себе их может узкая прослойка населения. Однако миф о дороговизне подобной диеты может развеяться простым математическим подсчетом. Лариса Пашатская на своем примере решила это доказать. В 2014 году потребительская корзина для одного взрослого человека составила 6300 рублей в месяц. Лариса рассчитала подобную корзину из тех продуктов, которые она производит. Получилось 7000 рублей. Разница небольшая. И чем больше людей приобщается к производству экологически чистой продукции, тем доступнее она станет. Важные дела сделаны, теперь можно подумать о женских радостях. Когда Лариса выбирается в город, то после всех встреч обязательно заглядывает в фитнес-клуб. Сегодня она договорилась здесь встретиться с подругой. Марина, так зовут лучшую подругу Ларисы, наблюдала за ее первыми шагами в фермерском хозяйстве. Это было безрассудно. Со стороны это выглядело безрассудством, героизмом, прыжком в какую-то бездну, которая неизвестна нам, городским жителям. И Лариса, ну просто вот они там с Аркадием, с ее семьей, с маленьким ребенком, они шагнули в эту бездну. Казалось, это действительно так. Было и страшно, потому что, ну как бы даже сами ребята не знали, к чему это приведет, как это будет выглядеть. И единственное, что вот там успокаивало меня, как близкого человека, это вера в глазах Ларисиных, что все будет хорошо. И когда ставишь перед собой какую-то очередную задачу, такая легкая паника охватывать, смогу ли. То есть в начале этого лета мы поставили перед собой задачу, это сертификация своего производства и постройка нового птичника. И я очень волновалась, сможем ли мы это сделать. И затраты большие, получается, я постоянно ставлю свою семью под удар, потому что, естественно, все это большие вложения. И мы смогли. Когда Лариса начала заниматься фермерством, то стала больше уделять внимание своему здоровью. Занятие фитнесом для нее – это не новомодное городское увлечение, а жизненная необходимость. Без физической подготовки в хозяйстве далеко не уедешь. И мне, в принципе, не тяжело бегать по участку. У нас участок большой, и гоняться за день приходится очень много. Если я даже купила шугомер, мне было интересно. Так вот, за полдня 10 тысяч шагов он насчитал. Мы очень много переедаем. Я помню тоже свой опыт, когда ты заходишь в сетевой магазин, и ты набираешь то салатик, то колбаску, то это, то, 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 то. Набирается такая большая корзинка. Мне повезло, потому что у меня опыт был той самой обычной, городской, какой у всех есть. И опыт вот сейчас, когда мы не употребляем вообще еду магазинную, я могу сказать, что разница в здоровье колоссальная. Мне нравится, как я выгляжу. Хотя у меня нет времени ходить к косметологу. Я не делаю никаких подтяжек лица, ни уколов, ничего. Мне 37 лет. Ну, 38-й год. У меня, ну, достаточно силы и энергии. Почти на выходе из фитнес-клуба Лариса встречает одну из своих постоянных покупательниц. Вероника Макарычева – редактор журнала. Когда-то писала о Ларисе, а потом и сама заинтересовалась деревенскими продуктами. Меня так заинтересовало, что кроме того, что они предлагают экологичные продукты, еще была предложена экскурсия к ним на ферму с детьми. Живем мы недалеко, летом на Шумейке, и поэтому в один из выходных дней мы решили посетить их хозяйство. Приехали туда с детьми, утащить мы их не могли оттуда два часа. У нас очень такая добродушная встреча переросла в долгосрочное сотрудничество. Мне это очень радует, что на нашей земле чудесные есть такие люди, которые являются пионерами. Купить деревенские продукты в розницу саратовцы, как правило, могут на специализированных ярмарках и рынках. Выставки продажи регулярно проходят на центральных площадях и улицах по выходным. А мода на покупки аутентичной продукции в интернет-магазинах пришла к нам недавно и стала уделом продвинутых покупателей, которые разбираются в современных технологиях. Если в столице одновременно существует несколько десятков подобных сайтов, то в нашем городе их можно пересчитать по пальцам одной руки. Ларису Пашатскую можно назвать родоначальницей тренда. В городе все дела закончены. Сейчас темнеет рано. Кажется, что уже поздний вечер, хотя на самом деле всего пять часов. Обычно напоследок Лариса еще раз обходит свое хозяйство с мужем. Но сегодня особенный вечер. У ее дочки день рождения. И вот с счастливой, здоровой, мудрой девочкой, энергичной девочкой буду. Хотя бы у нее этого хватает. Энергии-то тут есть. И счастливой, и счастливой. Я тебя поздравляю, моя девочка. А теперь как напрягись и сильно-сильно. Молодец, давай еще. Если честно, то, конечно, хотелось бы на первое место поставить семью. Но, наверное, если признаваться себе и смотреть по тому количеству энергии, которое ты отдаешь каждому из этих приоритетов, то, наверное, это деятельность. Я бы не сказала, что это работа. А именно деятельность. И вот чем я старше становлюсь, тем я больше понимаю, что для человека деятельность важнее, наверное, всего. И очень здорово, когда семья участвует в этой деятельности. Это, конечно, и все идеи, которые возникают у кого-то из членов семьи. Ну, не могу сказать, что на совете семейном рассматривается. Но все принимают активное участие в обсуждении. И всегда мы приходим к кому-то взвешенному решению. И это решение, оно именно по этому бизнесу, по этому делу. Можно сказать, оно одно из многих. Я не могу сказать, что это модно жить за городом. То есть мы не стремились к каким-то таким, как бы вот модным вещам, что надо переехать в какой-то там таунхаус. Вы видите, мы переехали именно в село. Нам было именно интересно построить самому, с самого начала. То есть здесь все сделано нашими руками, нашими идеями. То есть это все воплощение нашего внутреннего мира. Поэтому мы не стремились к никаким шаблонам. И, соответственно, шаблон, чтобы бросить город и ехать в деревню, то, что это не подходит. Мы ничего не бросали. Просто наша жизнь такая. Мое понимание счастья, мне кажется, свойственно не очень многим людям. Оно может быть немного наивное. Это ощущение смысла жизни. Поэтому я думаю, что смысл в этом вот, в том, чтобы ты сознательно рос до доброты, до совести, до светлого чего-то. Значит, это не смысл жизни, это не некая данность такая, которая вот нам дается. А смысл жизни это в том, чтобы быть самому осознанно на другой стороне, на светлой стороне. Вот ты выбрал ее, и ты каждое свое действие выравниваешь по вот этому внутреннему барометру. И стараешься в следующий раз сделать еще выше. Вот в этом смысл. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!